Тимиртау вновь вернулся в красную зону по распространению коронавирусной инфекции. С учетом проведенного анализа заболеваемости наблюдается превышение областного показателя на 54%. Рост в сравнении с прошлой неделей почти в полтора раза. В связи с этим в городе вводится ряд ограничений. Мы запрещаем развлекательные учреждения, караоке, бильярды, компьютерные клубы, ночные, игровые клубы, боулинг-центры, детских игровых аттракционов, закрытых помещений, батутов, караоке и так далее. Мы запрещаем развлекательные учреждения, а также букмекерские конторы, детские дошкольные учреждения на сегодняшний день разрешаются только до 15 дней детей. Банкетные залы запрещаются, театры, кинотеатры, концертных залов, репетиции на объектах культуры, цирков, зрелищно-массовые мероприятия, поставки, конференции, форумы, семейные памятные мероприятия, проведение коллективных мероприятий в религиозном учреждении. Вот этот вопрос часто мне задают религиозные объекты, значит, не запрещается деятельность и ни в коем случае не должна проводить. Вместе с тем свою деятельность в выходные дни приостанавливают торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети, за исключением продуктовых супермаркетов, аптек, салонов красоты и химчисток, находящихся внутри них. Крытые продовольственные и непродовольственные рынки будут функционировать с режимом работы с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00. Спа-центры, сауны и бассейны в субботу-воскресенье приостанавливают свою деятельность. Режим работы с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00. Спортивных комплексов, спортивных оздоровительных центров и фитнес-центров также в субботу-воскресенье приостанавливают. Ограничивается режим работы супермаркеты и гипермаркеты с понедельника по воскресенье будут работать с 9.00 до 24.00. Фудкорты только на доставку и на вынос режим работы с 9.00 до 20.00. Открытые продовольственные и непродовольственные рынки смогут продолжить свою работу с понедельника по субботу с рабочим графиком с 9.00 до 17.00. Отделения Каспочты, банков, цонов, а также гостиницы, отели, хостелы, зоны отдыха, санаторий с заполняемостью не более 80% продолжат работать в прежнем режиме. Объекты образования, дистанционный формат обучения городских и сельских школ с континентом до 300 учащихся, дистанционный формат обучения общеобразовательных школ дежурных классов с 1 по 5 классов включительно, международных классов до 7 классов. Зайское учение комбинированное обучение в течение 6 дней в неделю для выпускников. Библиотеки и музеи продолжат работать в прежнем режиме при заполняемости до 20% на не более 30 человек. Данное постановление вступает в силу с 0.00 часов 20 марта. Анастасия Граф, Максим Ломакин, Новости Тимиртау.